Александр, здравствуйте. В рамках нашего спецпроекта первый вопрос, который мы задаем всем, кто с нами общается. Влага пошла во благо или наоборот, навредила поселам? На самом деле, перехода климата в более засушливую степь, а реализация климата практически всей территории Российской Федерации, особенно что касается Центрального Черноземья, Поволжья и Юга России, в этом ключе любая влага в весенний период, любая влага в середине вегетации, влага ближе к созреванию, несмотря на развитие болезней, все равно идет во благо. Потому что растения, как биологические организмы, не формируются в урожай, не могут вести жизнедеятельность без влаги. Поэтому, конечно, влага пошла во благо, по-другому не бывает. Вы наверняка бывали на полях в последние дни. Как оцениваете состояние развития растений? Ну, в целом, если говорить о различных группах растений, то состояние можно судить в первую очередь по югу России, по ранним, соответственно, яровым культурам, либо озимым культурам. Озимые культуры в этом году на юге призимовали достаточно хорошо, о чем говорят многие эксперты, в том числе и мы, тоже при работе с своими клиентами часто видим удовлетворительное состояние озимых после зимовки. Из-за малой толщины, скажем так, снежного покрова на юге Руси, особенно при образовании в феврале месяце высоких отрицательных температур, были опасения за озимую пшеницу, за озимую культуру. Но, в целом, они хорошо отошли и показали довольно высокий уровень перезимовки. То есть, переселы в крупных принципах по территории России, как это предсказывалось, например, в середине зимы из-за образования ледяной корки и прочих факторов. Это, в принципе, не было. Что можно сказать, что да, удовлетворительное состояние. Есть, конечно, проблемы определенные на полях, но в любом случае это состояние удовлетворительное. По центральной части России севы еще только заканчиваются. В принципе, о каких-то результатах по состоянию культуры можно будет говорить буквально через пару-тройку недель, когда у себя отсеется хорошо. Тем не менее, морозы повлияли на способности растения зимой пшеницы сопротивляться болезням? Ну, конечно, на самом деле морозы повлияли. С одной стороны, опять-таки, ранее, скажем так, зима повлияла на процесс героризации. С другой стороны, низкие отрицательные температуры, возвратные заморозки привели, конечно же, к легким стрессам для растений, которые, в принципе, усугубляются тем же самым развитием болезней при обильной, скажем так, осадке, о чем мы говорили в самом начале. То есть, определенные проблемы есть, но, в принципе, с этим всем можно работать. Развитие каких болезней вы наблюдаете? И насколько картина типичная? Ну, картина достаточно типичная для регионов. Идет довольно сильное развитие болезней в зависимости от культуры. Понятное дело, что если брать яровые культуры, то это в большей степени пятнистости, мучнистые росы, септериоз, соответственно. Если брать, например, тот же самый подсолнечник, ранний, соответственно, который зашел, то после обильных осадков начинается развитие того же самого пернофороза, где-то наблюдается, бактериозы могут наблюдаться. То же самое по растениям гороха, по растениям сои, тоже ранние, где уже зашли. Наблюдается наличие бактериозов, наблюдается наличие альтернариозов, скитозов и так далее. В принципе, картина типичная. И здесь, как вы замечали, собственно, весенние осадки как раз пошли, с одной стороны, на благо растения, поскольку позволяют сформировать в любом случае лучший урожай. Потому что синоптики в любом случае прогнозируют это лето очень жарко. Соответственно, с превышением нормы по температурам ближе к середине лета, признать 5-7 градусов практически на всей территории Российской Федерации. И, в принципе, эта ситуация, скорее всего, которую мы наблюдаем сейчас, собственно говоря, на территории Урала, например, центральной части России, она будет еще и в течение лета развиваться и на всех других территориях России, на наш взгляд. Упомянули бактериозы, говоря о подсолнечнике. Тем не менее, в этом году у нас на юге России на пшенице наблюдается это явление. И непонятно, как с ним бороться, потому что фунгициды не работают против бактерий. Есть там один препарат, который работает как антибиотик. Но можно ли остановить бактериозы, предотвратить их? Что для этого нужно делать? Бактериозы, как и на самом деле любые другие заболевания с нагребной основой, то есть те же самые фунгицидные заболевания, по сути, берут свое начало из почвы, либо из зараженного зерна. Поэтому здесь, конечно, нужно понимать, откуда условно болезнь пришла. С учетом, опять-таки, специфики текущего сезона, скорее всего, развитие бактериоза получили именно в почве. Поэтому здесь, конечно, нужно работать комплексно и с растениями, соответственно, и с семенами, и с почвой. То есть первоочередная задача агронома при борьбе с бактериозами в данном случае должна быть работа именно с почвой, применение специфических препаратов для предотвращения развития бактерий, скажем так, возбудителей заболеваний именно в почве. При работе по вегетации, конечно, здесь, как вы правильно заметили, работают очень хорошо антибиотики. Но такие препараты довольно-таки редкие и их действительно сложно найти. Обычные фунгициды, в том числе и химические фунгициды, тут не помогают, поскольку имеют специфический механизм воздействия на вредный организм. И здесь, конечно, на центральное место, в том числе и у наших клиентов. Правда, с пшеницей пока, пожалуй, никто не обращался с бактериозом. Но вот развитие бактериоза, например, на бобовых культурах, на сои и на, соответственно, на горохе, это везде и всю, довольно много и часто развиваются бактериозы, причем начинаются они довольно-таки рано. Это, в принципе, способствует, опять-таки, развитию бактериоза как раз низкие температуры и большой обилие средственной осадков. Проявления, естественно, бывают самые разные. И здесь, конечно, первое место берут биологические препараты, поскольку как раз механизм действия биологических препаратов – это выделение тех самых веществ антибиотиков. То есть это, конечно же, не какие-то специфичные, даже таксидизированные вещества антибиотики в большом количестве, но тем не менее бактерии выделяют именно такое количество антибиотиков, чтобы эффективно бороться с другими заболеваниями. Поэтому биологические препараты, конечно же, здесь помогают работать. Но нужно учитывать специфику работы такими препаратами. Обязательно такая работа должна быть профилактической. Поскольку для эффективной работы необходимо появление бактериоза, соответственно, первых признаков бактериоза на пораженном растении, пораженной культуре. Поэтому, конечно, работать нужно превентивно и, как я говорил, по трем этапам растения. То есть это обработка семян, обработка вегетации и обработка почвы. Самыми эффективными и самыми важными здесь будут являться именно обработка семян и обработка почвы, скажем так. Какие первые признаки, когда бить тревогу, признаки бактериоза? Первые признаки бактериоза могут наблюдаться в том числе даже на семидольных листьях, собственно говоря. Поэтому чем раньше мы найдем признаки бактериоза, тем быстрее и оперативнее нужно, конечно, начать работу против них. Признаки бактериоза довольно просто, например, на то же самом сои и горохи отличить. Это мокрые, соответственно, пятна, подсыхающие пятна. Опять, начинается бактериоз очень рано. Если, например, семена или почва заряжены бактериозом, то он очень быстро начинает развиваться. В принципе, бактериозы развиваются в том числе и на овощных культурах, на различных, довольно активно, но там, соответственно, развитие бактериозов больше смещено именно к этапам образования урожая. Плюс, как я уже говорил, да, бактериозы, соответственно, мокрые бактериозы, особенно довольно быстро появляются, соответственно, на растениях при начале каких-то акцентных температур, термических повреждениях растений, когда выделяется клеточный сок. Соответственно, этим клеточным соком начинают активно питаться бактерии, с помощью как взбудительных заболеваний, вызывают развитие те же самые бактериозы. Поэтому здесь по разным культурам, на самом деле, симптомы и признаки могут быть различны. Но самое главное, да, по первым признакам, соответственно, бактериозов. Опять же, в основном, бактериозы, например, фунгицидной болезни можно отличить по наличию каких-то выделений либо мокрых пятен, соответственно. В этом случае нужно как можно быстрее работать биологическими препаратами, чтобы не допустить развитие, соответственно, бактериозы и большего повреждения растений. Если говорить об озимой пшенице, в общем-то, остались уже последние стадии развития, колошения, цветения. Можно ли биологическими препаратами защитить колос от возможного фузариоза? Потому что погода непредсказуема, может оказаться, что дожди пойдут во время цветения, и тогда не избежать этой болезни. По сути, да. Если использовать специфические, соответственно, агрессивные штаммы и обрабатывать, соответственно, растения именно на этапе начала выхода колоса, то можно повысить, скажем так, устойчивость растений пшеницы к фузариозу колоса. Но опять же, как я уже говорил, самым эффективным методом здесь будет именно работа по всем, скажем так, этапам роста и развития растений, особенно работа именно по почве, потому что именно почва будет являться источником заболеваний из почвы. Споры, опять-таки, фузариума будут приниматься, в том числе на колос, там развиваться. Что конкретно делать с почвой? Все просто. Используя деструкторы стерни по растительным остаткам, причем не имея значения, работаете вы по системе ноутил, либо работаете вы по системе, естественно, классического земледелия, стриптил и так далее. То есть по всем схемам, где у нас есть растительные остатки, которые возвращаются в почву, всегда нужно работать биологическими препаратами. Здесь наибольший, наверное, для всех агрономов пример, чтобы понять, как это работает, зачем это нужно, это, например, работа биологическими препаратами в овощеводстве, в закрытом груди, на гидрополных системах, на инертных, особенно субстратах, на минеральной вате. Там агрономы везде, повсеместно, активно используют как раз биологические препараты первоначальные, когда у субстрат приходит абсолютно, условно говоря, чистые и стерильные, для того, чтобы туда ничего не попало, для того, чтобы возбудители заболеваний не смогли там развиваться в этой среде. Они, соответственно, их заселяют всегда какими-то биологическими препаратами именно для того, чтобы предотвратить возможность развития возбудителей заболеваний на вот этой вастерильной среде. По сути, инертный субстрат – это та же самая почва в грунте. Просто в почве в грунте, в открытом поле, там идет постоянная конкуренция между различными микроорганизмами, скажем так, в естественных условиях. А грунт изначально стерильный, понятно, что на стерильной почве, на стерильном грунте проще будет развиваться тем же самым субстратным заболеванием. Чтобы этого предотвратить, нужно, чтобы грунт уже был заселен. То же самое и с почвой в открытом грунте. Если у нас грунт уже заселен, скажем так, микрофлорой, которая не наносит вреда растению, то болезнетворным бактериям, соответственно, грибам-возбудителям заболеваний будет сложнее просто там закрепиться, соответственно, не будет уже сильно в развитии каких-то болезней, в том числе и эпифитоти. Схема у нас, соответственно, достаточно универсальная. Мы рекомендуем для работы, например, если брать зерновые культуры, три основных препарата. Во-первых, как я уже говорил, работа по растительным остаткам – это деструкторы стерни на основе двуштамных грибов, бацулу-осподи, бацулу-осподи, бактериальная компания, соответственно, против развития заболеваний и триходермовидриды, триходермолигдурум, соответственно, для разложения растительных остатков. Но в том числе триходермы как раз заселяют растительные остатки и предотвращают развитие других этапотогенов. Вот, собственно говоря, ПВА довольно хорошо бороться с основными избытными заболеваниями, которые находятся в почве, и особенно как раз с бактериозами, за счет именно бактерии бацулу-субтилис. Второй обязательно и важный момент – это обработа препаратами семян, соответственно, на основе бактерий псевдомона с аурова, в отношении. Тоже очень важный препарат, обладает сильно фунгицидным действием, но самое главное – стимулирует рост корневой системы. В счете, это уделение препаратов, действующих веществ на основе ауксидов, то есть ауксидов, по сути, кислот. И третий препарат, наиболее важный тоже для работы именно по вегетации, более поздние фазы, и как раз сейчас он при обилии осадков, для предотвращения развития возбудительных заболеваний – это препарат бактофор. Два штамма бассоусуптилис, бассоусимодулькифакцинас дополняют друг друга, имеют высокую вирулентность, имеют высокую, естественно, агрессивность, чем предотвращают как раз развитие возбудительных заболеваний на вегетирующих растениях. Как я уже говорил, рекомендуем их применять, соответственно, где-то на пороге 30% пораженности растений, например, на поле. В этом случае удастся предотвратить, скажем так, развитие каких-то повреждений растений и предотвратить потери урожая, сохранить к лазерна. Понятно. Какие-то рекомендации по культурам гирового сева будете давать сейчас? Рекомендация, на самом деле, довольно простая. Любой урожай, качественный урожай всегда строится от системы питания, поэтому все равно рекомендуется в условиях обильных осадков, особенно весенний период, очень аккуратно смотреть на систему питания, просто подкормить культуру селитра – это недостаточно, чтобы получить большое качественное урожай. Нужно, конечно же, смотреть в сторону тех же самых микроэлементов. И здесь, опять-таки, менеджеры, например, эксперты, специалисты компании Биона могут дать очень ценные рекомендации по корректировке питания, скажем так, с помощью препаратов на основе микроэлементов, которые у нас специально подобны, соответственно, исходя из потребностей как раз от различных яровых культур. И третий момент очень рекомендуется, опять-таки, для культуры ярового сева в обязательном порядке использовать именно биологические фунгициды в скупе с антистрессантом совместно с первыми гербицидными обработками. Это то, что мы сейчас довольно активно, скажем так, продвигаем с нашими клиентами по всей территории Российской Федерации с целью снятия, скажем так, гербицидного стресса от применения химических веществ. И как раз вот той самой предварительной фунгицидной обработки, которая предотвращает развитие болезни уже на вегетирующих растениях. Что-то мы, может, не осветили какую-то тему. Может, у вас есть наблюдения какие-то на полях, которые следовало бы отметить, подчеркнуть? Да, наблюдений на самом деле много. Основное наблюдение – это именно работа антистрессантами как можно больше. И антистрессантами работа как можно более ранний этап роста и развития растений. Многие используют, например, антистрессанты как препараты уже по факту развития стресса. То есть у нас прошла засуха для того, чтобы поить растение и использовать антистрессант. Но история с антистрессантами заключается в том, что это препараты, которые работают несколько иначе. Они, наоборот, как бы закаляют растение, чтобы оно лучше пережило вот эти стрессовые условия. Именно поэтому мы рекомендуем использовать именно антистрессанты препараты из фунгициды совместно с гербицидной обработкой, то есть до наступления этого химического стресса, по сути. Препарат на основе аминокислот, например, до наступления засух, чтобы именно потеря от засухи, но чтобы увеличить устойчивость растения к засуху. Поэтому работайте с стрессантами правильно, обязательно консультируйтесь с производительными препаратами по особенностям его применения, потому что, по сути, это напрямую влияет на эффект того или иного, скажем так, препарата. Ну и, конечно же, экспериментируйте, поскольку только через личный опыт можно создать или разработать какую-то свою собственную, только для вас уникальную именно технологию, которая идеально подходит именно для вашей земли, для вашего региона, скажем так, для вашей культуры. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!